После выступления Путина, говорит бывший руководитель Монголии, я нашел историческую карту, не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация. Ну и, конечно же, Илон Маск, он высмеял интервью Путина Карлсону, написал следующее. Путин, почему вы вторглись в Украину? Именно сейчас я собираюсь вам это объяснить, отвечает якобы Путин. Видите, 28 мая 2016 года в зоопарке была застрелена Горелла. Ситуация, она, конечно же, далека от юмора, Дмитрий, согласитесь. Но и заявление бывшего президента Монголии, и заявление Илона Маска, вот о чем это может говорить нам? Значит, по поводу того, что бывший президент Монголии что-то нашел, я уверен, у них эта карта висит на стенах у каждой семьи. Для них Чингисхан – это великий культовый исторический лидер, так же, как и для населения Бурятии, для настоящих бурятов. Чингисхан, Орда – это мощь, это сила, это демонстрация лидерства. И я напомню, Россия существует по принципам, заложенным еще Ордой. Все та же ставка в Москве, все та же дань, ничего не поменялось. Очень понравилось с тех пор всем этим князькам. Я напомню, что и Александр Невский не более чем шестерка Орды, и многие другие великие культовые святые в России не более чем шестерки Орды. Но даже Орда работала и осуществляла управление территориями гораздо эффективнее, чем нынешняя Россия. Орда процветала. Он же говорил о том, что Орда лучше, чем западные завоеватели. Это лучше для России. По-моему, он говорил об этом в ноябре минувшего года. Да, девочка, какие, что называется, западные ценности? Это же надо развиваться. А Орда, она просто завоевывала, захватывала. Вот на каком-то моменте она устала, сломалась, запнулась, и пошло все под откос. По поводу заявлений Илона Маска, он прав абсолютно в том плане, что люди не хотят воспринимать происходящее и то, что говорит Путин, потому что у него не стыкуется. Вопрос один, он продолжает нести какую-то чушь, это не нужно, не интересно, но сам Илон Маск подсвечивает же и другие вопросы. Например, про доллар, который обесценивается и прочее, выхватывает из интервью Путина и эти фразы. Там и со старлинками не все так однозначно. Да на самом деле для меня Илон Маск скорее враг Украины. Но если он поиздевался над интервью Путиным, хорошо. Но мне кажется, в Кремле осознанно шли на это интервью с одной целью – запугать Запад, показать, что Путин просто начисто. Вот просто полностью отказывается играть по их правилам. То есть от него можно ждать всего, чего угодно. И здесь неважно, разбирается Путин в истории, оправдывает ли он Гитлер и еще чего-то. Главное, что Путин наглухо, просто напрочь отбитый. Вот это хотели донести через интервью Путину-такеру Карлсону в Кремле. Несите, пожалуйста, ясность, Дмитрий. А как Орда коррелируется с духовными скрепами? Да никак. А прежде всего вы взяли, что духовные скрепы в России есть. Они много говорят про традиционные ценности, про любовь в семьях. Я не видел ни в одной стране мира такого количества домашнего насилия, такого количества насилия, в том числе сексуального по отношению к детям. И в семьях, и в детских садах, и в школах, и в ячейках юнармии, и в вузах. Просто сплошь и рядом. Так что никаких ценностей нет. Они просто болтают языками. Там уже патриарх Кирилл говорит, что нет никаких духовных ценностей, потому что в России все больше мусульман. 20% рождающихся детей в России – это именно мусульмане, мусульманские дети. Естественно, это бесит РПЦ, это бесит патриарха Кирилла, потому что бабки идут не туда. Ну а сколько мусульман пойдет воевать против Украины, я уверен, что не так много, как вот этих псевдоправославных. Даже, кстати, тикток войска Кадырова, они же не воюют непосредственно в Украине. Это заградотряды. Они ходят по пустым домам, стреляют по светофорам. А единственные живые люди, по которым они стреляют, это дезертиры русской армии. Так что мусульмане не воюют против украинцев в большинстве своем. В большинстве, еще раз. Дмитрий, вы вспомнили Рамзана Кадырова. Как-то вот он пропал в последнее время с информационных радаром. Ничего не слышно от него. Я тоже обращаю на это внимание регулярно. Спасибо за напоминание. Он копит силы, во-первых, потому что понимает распад России не за горами. Для успешного передела собственности необходимо иметь силы. Силы, десятки тысяч боевиков у него есть, он их не расходует. Он, наоборот, дарит им дорогие немецкие автомобили. БМВ, Геленвагены кичит с этим, постоянно подчеркивает, есть федеральная власть, которая там какие-то приказы из Москвы отдает. А есть я, Рамзан Кадыров. Я помню прекрасно, еще где-то год назад, может быть, даже больше, какая-то женщина пришла на прием к Путину. Естественно, там случайных женщин не бывает. И она похвалила своего любимого президента. Она имела в виду Рамзана Кадырова и прям публично об этом сказала. После этого пошло-поехало. Кадыров начал фокусировать внимание на своей власти. Помните, был недавно, ну, скандальчик небольшой на конкурсе спецназа в Дубае. Победила команда Ахмад. Заслуженно, видимо, да. Но какой флаг они там развернули? Не флаг России. Они плевать хотели на этот флаг России. В гробу его видели. Они развернули флаг Чеченской республики. Они достали портрет Ахмада Кадырова. Они, еще раз, не ассоциируют себя с Россией. Знаете почему? Потому что Россия перестала платить дань Грозному. Перестала платить дань Чечне. И Кадыров может сколько угодно изображать из себя верного солдата Путина. Фактически он уже перестал им быть. Он постоянно посылает сигналы. Была встреча с силовиками, совещание ему задают вопрос силовики. А как-то вы нам говорите, Рамзан Ахматович, стрелять по людям на протестах, когда в Москве такое запрещают. Он говорит, а вы плюйте на эти поручения из Москвы. Я дал приказ. Это дословная цитата Кадырова. Я дал приказ. Может, уже и Кадырова дает приказы о строительстве мечети в Москве? Скорее всего. Я уверен, ни одно проявление ислама и строительства мечети не будет обходиться без Кадырова, если начнут ставить палки в колеса. Абсолютно точно. Кадыров же корячит из себя защитника-мусульман. Защитник-мусульман, который ездит в Китай учиться концлагерям для уйгуров. Такой защитник-мусульман. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вы относитесь и воспринимаете достаточно популярную теорию телеграм-канала «Генерал СВР» и профессора Соловья относительно того, что настоящий Путин мертв, его тело с конца октября месяца продолжает находиться в морозильной камере в резиденции на Валдае. Всеми политическими делами, да и не только политическими, занимается секретарь Совбеза Николай Патрушев. И у Путина есть двойники, которые его и представляют на различных мероприятиях. Ну, я бы не сваливал все в одну кучу, потому что то, что у Путина есть двойники, не заметит только слепой или какой-то человек с нарушениями, со зрением, я не знаю, который не может сопоставить. У Путина есть двойники, это факт стопроцентный. По поводу того, жив Путин, мертв Путин, я раньше спорил с этим, говорил, что он жив, здоров, прекрасно себя чувствует, но только не психически. А сейчас, понимаю, с этим нет смысла спорить. Мы уходим в это поле бреда, где агенты Кремля или ФСБ, мне не важно, генерала СВР и Соловей льют в уши, а по факту-то что? По факту Путин все так же продолжает агрессию. Вот как она началась в конце февраля и продолжается. Буча была? Была. Потом были обстрелы городов, это уже при мертвом Путине, если верить бреду. Чего поменялось-то? Ну хорошо, ладно, давайте поверим в эту галиматью по мертвому Путина. Ничего же не изменилось, ровным счетом. Почему смотрят на какие-то теории и заговоры, когда Россия ни на йоту не поменяла свою геноцидную политику в отношении Украины, вот эту войну на уничтожение. Ну ровным счетом ничего не поменялось. Все так же зомбируют детей, все так же похищают украинцев, пленяют их, промывают им мозги, заставляют детей на досках, в школах писать «Я люблю Россию», учить гимн этой позорной страны и государства-террориста. Продолжают, и какая разница, Путин живой, мертвый, двойники, не двойники. Чтобы проще было ориентироваться, надо просто принять, что Путин уже не в состоянии ничего проконтролировать вообще. Вот он запустил этот процесс, и все, Россия разверзлась. Она теперь черная дыра, которая уничтожает все вокруг. Не только Украину, просто все. Вот она засасывает все вокруг. Там Армения с Азербайджаном опять начали какой-то конфликт. Не без участия России, я уверен. Так что живой, мертвый Путин, да какая разница? Главное потом развенчать культ личности. Ничего не меняется. И вот в разрезе тех вопросов, о которых вы говорили выше, по поводу толерантности, уважения к инакомыслю, свобода слова и прочее, 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 вот по мотивам снятия Бориса Надеждина, точнее его нерегистрации в качестве кандидата в президенты, Соловьев, Симонян в воскресенье вечером обсуждали дальнейшую судьбу Бориса Надеждина. Соловьев поблагодарил Надеждина за составленный список врагов народа и недоуничтоженных навальнят, которые тот предоставил Центроизбирком. Телеведущий предложил передать список неблагонадежных граждан с их персональными данными компетентным органам на изучение. Все правильно сказал Владимир Соловьев, только, я думаю, призывать передать уже не нужно, потому что Борис Борисович сам прекрасно это сделал, он не просто так этим занимался. С Екатериной Дунцовой не поросло, потому что, ну, какая-то ненадежная. Борис Борисович, частый гость на федеральных каналах, лишнего не сделает. Так что очередная операция по облапошиванию дурачков, которые думают, что, играя по правилам Кремля, на кремлевской арене цирка от ЦИК, они могут добиться защиты своих прав. Но они теперь на карандаше, то и на ручке у товарища майора. Вот и все. То есть вы хотите сказать, что Борис Надеждин – это такой недоспарин партнер Путина? Борис Надеждин – это Ксения Собчак в штанах. Вот в 2018 году была Ксения Собчак, сейчас Борис Надеждин. И у тех, у кого память, как у Хлебушка, ну, они, наверное, и в следующие выборы Путина поведутся на это. У меня уже просто нет слов. Я давно не злюсь на всех этих Надеждин и Собчак, потому что они работают на Кремль, это мои враги. Они склеиватели России. Это самое опасное, самое хреновое, потому что коррупционеры для меня сейчас в России – это мои друзья, это союзники, потому что чем больше коррупции в России, тем слабее Россия, тем меньше достается ресурсов русской армии и прочее. А те, кто пытаются создать видимость легитимности власти российской, еще чего-то – это первостатейные враги. А вот те, кто вроде бы и люди с высшим образованием, люди, ну, не тяжело пьющие, как большинство России, но они верят в игры от Надеждина и Собчак, это, наверное, стокгольмский синдром какой-то. Вот ты играешь с палачом по его правилам, и ты хочешь, чтобы тебе плясалось веселее под дудку этого палача. Ты приходишь оставить подпись, тебе даже в голову не приходит, но им же реально не приходило в голову, что нельзя ни в коем случае фиксировать это. А если хочешь помочь России распасться, то надо помогать партизанам. И вообще сейчас помочь России можно только помогая Украине, потому что Россия – это уже процесс запущенного уничтожения всего вокруг. И до тех пор, пока не будет построссийских территорий, не будет никакого развития. Я, например, очень хочу, чтобы начали развиваться построссийские территории, чтобы они начали выплачивать репарации Украине. Чем раньше начнут, тем раньше смогут заняться собой. Дмитрий, как вы думаете, а вот эти выборы, насколько они легко и гладко пройдут для самого Путина? Они уже прошли, он уже победил, все в порядке. Хочу обратиться отдельно к людям, которые считают, что участвуют не в качестве наблюдателя, они чего-то добьются. Вы добьетесь, опять же, того, чего добивается Борис Надеждин, легитимации в глазах общественности. Все. Нельзя быть ни наблюдателем, ни активным, ни пассивным избирателем, нельзя ни бюллетень брать, нельзя ни рвать, ничего. Просто проигнорировать и помочь партизанам разобраться, где там они на железнодорожных путях работают, так скажем, с этими путями. Какие-то данные, полезные для ВСУ, для СБУ предоставить, еще что-то. Это единственное, что сейчас можно сделать. Тем более можно деньги заработать. Да, тем более можно деньги заработать. Вот вчера была замечательная новость, Росавиация продала за рубеж 59 бортов, там и самолеты, и вертолеты, и три из Ми-8 вертолетов достались ВСУ. Вот это настоящие помощники Украины, и надо быть как они, если вы находитесь в России. То есть вы призываете граждан России проигнорировать выборы Путина, не приходить на избирательные учреждения. Конечно, нет никаких выборов уже давно. Они отсутствуют уже после того, как вслед за Медведевым пришел снова Путин. Вот уже на третий срок, уже все. Вот первые два раза, ладно, потом был Медведев, а потом уже все. Все. Россия все больше становится похожа на китайского сателлита, и даже колонию Китая. Российские чиновники заговорили на китайском языке, пытаясь сделать приятно китайским властям. Информационное агентство сообщает, что губернатор Амурской области Орлов и также мэр одного из городов в Ставропольском крае опубликовали видеопоздравление с китайским Новым годом. И Орлов сообщил, что в городах все вывески печатаются на русском и китайском, а в детских садах Амурской области воспитанники изучают китайский. Вот помним, что в марте прошлого года Китай переименовал ряд городов российских, назвал их так. Это уже не первый раз. Они регулярно обновляют карту, и у них эти территории России названы китайскими словами. Я не владею китайским так хорошо, как владеет им мэр, губернатор Амурской области. Я смотрел это обращение прекрасно, браво. Это не просто заезженная шутка про «не бей хозяин». Это на самом деле то, что должен каждый российский чиновник сейчас произносить, если хочет для себя будущего. Про губернатора Амурской области я слышал, а вот про мэра Ставрополья в Ставрополье не слышал. Здорово, это же не так близко к Китаю, а все равно есть нюх, чует. Есть еще толковые чиновники в России. Не всех Путин вывел. Молодцы. Смотрите, как кучно пошло. Ладно, Китай, но Монголия тоже играет в эту карточную историю. Да, потому что Монголия, она, ну, естественно, все помнит, живет прошлым. И, кстати, страна еще более ненаселенная, чем Россия. То есть по статистике в Монголии именно меньше всего людей на квадратный километр, как это считается, по-моему, именно в Монголии. То есть там просто пустыня. И надо заселять, надо облагораживать. Жаль, что бывший президент Монголии эту карту опубликовал, не действующий. Вот я вчера у тебя в Телеграме запостил, что действующий. Мне хотелось, чтобы был действующий. Ну и Путин, он же постоянно обращается к прошлому, а постоянно апеллирует к архаике. Это сущность его и политики. Абсолютно. Если бы европейские лидеры начали бы апеллировать к прошлому. Вот все эти бесконечные войны в Европе, которые длились десятилетиями, все же переделились. Все решили, у кого какие административные единицы, границы. И никто уже не воюет. Нет. Ну там кто-то хочет отделиться, постоянно обсуждая Шотландию, Каталонию, еще чего-то. Ну ладно, это самоопределение, если договорятся, то договорятся. Но речь о войне не идет. А Путин, апеллируя к оправдыванию своей войны, говорит как раз о том, что мы раньше чем-то там владели. Да нет, это только Россией все владели. Ну смотрите, если взять на вооружение лозунг Дональда Трампа Make America Great Again, это тоже апеллирование к прошлому? Я думаю, что когда Трамп говорил Make America Great Again, он имел в виду возврат производства. То есть главная повестка Трампа, я его в этом поддерживал, когда он этим занимался, был возврат производственных мощностей с аутсорса перевести обратно в США. У него что-то удалось, но в основном, конечно, все осталось в Китае, в Индии. И таков тренд. Это глобализация, с ней невозможно бороться, даже если ты президент США, даже если ты такой великолепный оратор, как Трамп. Но Трамп понял несостоятельность и теперь просто работает на повестку Кремля. При этом фактически он не будет помогать Путину, я уверен, если победит на выборах. Просто потому что все, что он сейчас говорит, это в пику Байдена. Байден скажет, надо носить шапку зимой, Трамп скажет, не надо носить шапку зимой. Вот и все. Байден помогает Украине, Трамп говорит, не надо помогать Украине. Еще чего-то. Гораздо важнее, что республиканцы с демократами договорились об этом военном бюджете для Украины. Наконец-то. То есть все будет хорошо с помощью поддержки? На много лет вперед уже этот вектор взят. Я напомню, да, что что бы там ни истерили из Кремля, ни пытались вбросить, что Запад истощен, это Россия истощена. Каждый раз, когда Россия говорит, что Запад истощен, она говорит, это мы истощены. Надо всегда это так трактовать. Каждый раз, когда Путин кого-то обвиняет в военных преступлениях, он себя имеет в виду. Вот и все. Как вы думаете, Дональд Трамп способен закончить войну за 24 часа? Или вот это бла-бла-бла-бла в рамках риторики выборной, предвыборной? Это бла-бла-бла в рамках риторики предвыборной. Точно так же, как болтовня о том, что если страны НАТО не скидываются в пользу США деньгами, то и США не будет помогать. Это галиматья, просто набор слов. Никогда НАТО и США таким не занимались. И Трамп... Я расстроен, что только в Белом доме отреагировали на эту болтовню Трампа, а в самом НАТО проигнорировали. Но, видимо, они не считают нужным придавать лишнего значения словам Трампа. Ведь как сейчас, в 21-м информационном веке, кто-то вбросил что-то, этот принцип тухлой селедки, и потом отмазывайся, открещивайся, отбалтывайся. Все равно это уже прозвучало, это уже в заголовках. А люди сейчас читают заголовки. К сожалению, суть интересует мало. Главное, селедку не запивать молоком, а то получится. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok